Наса занимается разработкой новых подходов к изучению Марса с использованием методов, которые схожи с первыми походами Беринга и Дежнёва с целью расширения человеческого присутствия в Солнечной системе. Чтобы постоянное пребывание человека на Марсе стало реальностью, необходимо понять, сможем ли мы выжить в чужеродной среде. В результате экспериментов, которые мы постоянно проводим на МКС, становится понятно, что в условиях марсианской гравитации и радиации у человека могут произойти физиологические изменения, которые могут воспрепятствовать размножению и нормальному развитию на протяжении поколений. Для таких экспериментов на МКС используют мышей, с помощью которых можно понять, является ли долгосрочное пребывание на Марсе лучшим способом покинуть Землю, либо необходимо найти другие варианты. Многопоколенная независимая колония для внеземной жизни Майс Хэб представляет собой автономный космический аппарат, на борту которого будут наблюдать за жизнью в условиях малой гравитации, для определения необходимых требований к будущим миссиям на Марс. Станция будет находиться на постоянной орбите около Луны, рядом с современной обитаемой станцией. Как только Майс Хэб будет развернут, он начнет вращение для создания искусственной гравитации, схожей с марсианской. Аппарат будет способен поддерживать жизнь большой колонии мышей на протяжении нескольких лет, для изучения процесса роста и размножения их поколений. Внутри аппарат представляет собой несколько уровней с клетками для мышей, которые могут быть временно извлечены для проведения ремонта или уборки. Робот-наблюдатель колонии, который находится в центре на передвижной платформе, будет заниматься обслуживанием клеток. Хэб создан таким образом, чтобы поддерживать жизненный цикл мышей, предоставлять им еду, воду, медицинское обслуживание и убирать отходы. Мыши могут быть искусственно отсортированы для вывода поколения, которое полностью родилось в условиях низкой гравитации. Эти будущие поколения будут исследоваться для понимания миллионов репродуктивных сложностей, физиологических изменений и поведенческих характеристик. Комплекс также способен проводить другие важные для человечества исследования. Например, собирать данные по влиянию радиации в глубоком космосе на здоровье человека. Системы на борту станут проверкой того, способны ли мы создавать соответствующие требованиям технологии. Автономное роботизированное обслуживание, продолжительные опыты в глубоком космосе. Космический аппарат доставит образцы опытов на близкую лунную орбиту для последующей передачи на Землю, перед тем, как вернется для продолжения экспериментов при малой гравитации. Изучение доставленных образцов поможет в работе над предотвращением рака и продвинет возможности медицины на Земле. Майсхэп поможет людям приготовиться к независящей от Земли жизни и задаст направление в поисках ответа на вопрос, является ли Марс хорошим кандидатом для колонизации человеком, либо земная гравитация – обязательное условие. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok